Проблемы с водой – это главный вопрос, который возникает в сельской местности с приходом лета. Вот и на сходе в селе Никольское Казакова жители в первую очередь обозначили этот вопрос новому главе района Сергею Грачёву. Водоснабжение здесь обеспечивается из скважины, а вот полив оказался под вопросом. Местные водоёмы пересохли, а воды в башне на все дворы не хватает. Мы не успеваем эту воду наливать. Нет воды, у нас нет каких-то озёр, у нас нет каких-то водоёмов. Нет, нет, пересыхает. Сколько мы здесь живём, 40 лет у нас такого не было. Никогда не было. Речка была большая. Плотинки у нас не делают, факт. Уже много лет не делают. Речка в прошлый год просто пересохла. Просто у нас скотина туда заходила у людей и в тени вязла, вытаскивали тракторами. Ну вот здесь канал идёт, конечно, на ростов должности. Протяжённость большая. Осадки туда падали, весенне, талая вода подпоступала. Сейчас, значит, в прошлый год, там канал перекрыли, начали его использовать как канал. Это в 17 километрах отсюда начали использовать как канал. И, соответственно, площадь канала, куда попадала талая вода, уже уменьшилась. Сюда не стало ничего не поступать. Один вопрос. Второй вопрос. Там на звезде они перегородили речку и делали себе пруд. Этой речке только чистка не поможет. Вопрос надо решать более глобально – обеспечить постоянный приток воды. Притоков никаких, обновления этих озёр, они не существуют. Да, правильно сейчас Евгений Викторович сказал, когда была очень развита у нас мелиорация, у нас было очень много растительных каналов, которые работали. И тогда ваши все ближайшие пруды, озёра, они обновлялись, они поступала вода. Сейчас мелиорация у нас уже начала, она заново развивается у нас. И очень много фермеров переходит на мелиорацию, каналы запускают. Питьевой воды в селе нет вообще, и скважины жители получают только техническую. Да и она не во все дома доходит. Трубы в плохом состоянии и потому постоянно рвутся. В рамках текущей эксплуатации, либо в рамках капитального ремонта мы сейчас формируем полноценную программу по боковатрукскому муниципальному образованию. Я сейчас не возьму в разрезе одно село, да? Вот именно сегодня я вам не отвечу. Почему? Потому что мы должны определить источники и объём финансирования. Поменять всю систему водоснабжения, наверное, нет. А проблемные места, мы готовы к этой работе. Вторая сельская беда – дороги. Здесь в прошлом году капитально отремонтировали один участок улицы, ведущий к клубу. Но дальше пройти невозможно. Не в садик, не в школу. Они пока до школы на платилку поднимутся, у них все в грязи, чтобы проводить ребёнка. Хотя бы щебёнку насыпать, вот по молодёжности. На следующий год мы продолжим работать. Ну давайте немножко и другие сёла тоже, они тоже сядут без дорог. Я понимаю. Я тебя понимаю. А это вообще даже щебня нет. Там двух поколений. Это общая проблема всех сёл. Бюджета не хватает для того, чтобы привести дороги в порядок. Потому формируется список первоочередных участков, которые нуждаются в ремонте или хотя бы отсыпке щебня. 99 километров подъездных дорог мы планируем передать в область. Для чего? Потому что делать их будет не за счёт муниципального бюджета, а за счёт областного. И там источников и бюджета больше. Этот вопрос нам сейчас также прорабатывается. Это передача дороги «30 лет победы» в Булаково и 99 километров подъездных дорог в муниципальных образованиях. Никольское Казакова – село малонаселённое вдали от города с множеством проблем. И потому молодёжь не хочет сюда ехать. Многие дома пустуют, ветшают и зарастают. Это не только портит внешний вид улиц, но и вызывает опасения жителей – вдруг сухостой загорится. Мы сейчас найдём собственников этих домов. Мы их определим – это не проблема. Но проблем их привести в соответствующее состояние. Все проблемы, которые были озвучены на сходе, будут проработаны. И уже через месяц глава БМР встретится с жителями села снова, чтобы рассказать, насколько реально решить их вопросы.